У меня есть автомобиль Volvo, Volvo XC90, он у меня в использовании уже более двух лет, за это время я уже проехал более 100 тысяч километров Но видео сегодня не об этом, видео сегодня о головном свете, о том какой он может быть, о том какой он должен быть и вообще все связанное со светом Ребят, добрый день! Сегодня видео про свет, сегодня есть парень Сергей, который нам просветит, расскажет, потому как он Очень много в своей жизни установил всяких лампочек на автомобиле и он расскажет кучу тонкостей, деталей, моментов Того, насколько это должно быть правильным, того, насколько должна быть правильно настроенная линза, что такое LED свет, что такое галоген, что такое ксенон Об этом сегодня поподробнее Это видео будет интересно всем, кому интересна тема света, потому что как правильно поставить головной свет И при этом не слепить окружающих, именно об этом сегодня видео Видео для сравнения, какое оно одно, какое другое Почему для сравнения, потому что я уже понимаю, что скоро я поеду к парням делать свет Вот на всякий случай вот здесь свет горит, вернее светит Вот я его выключил Сейчас я еду полностью с выключенными фарами Вот здесь я его включил То есть где-то что-то чуть-чуть видно Ну, сказать так, чтобы видно классно Ну, сейчас мы, наверное, еще и протрем Я протираю стекла, заодно сразу же протираются и фары То есть брызгается на фары вода и промывается Для того, чтобы фары были чистенькими, хорошенькими Не, безусловно, что-то как-то, ну, где-то светит Назвать это ярким светом я вот точно не могу Вот сейчас свет есть Ну, понятно, если я его сейчас выключу, то света не будет Тем более тут пешеход через дорогу бежит Кстати, со светлыми полосами на штанах Но его практически не видно Вот сейчас выключаю свет И вот обратно включаю Я это видео оставлю для сравнения После того, когда чего-то здесь сделаем Либо же линзы почистим Либо же лампочки поменяем В общем, чего-то с этими фарами нужно будет точно делать И это точно будет скоро Когда скоро, не знаю Потому как к парням, которые этим занимаются К ним есть некая запись, некая очередь Поэтому всему свое время Позвоним, запишемся Попросимся И я думаю, что они мне не откажут Во сколько это встанет, не знаю Тоже посмотрим Мне самому интересно Доброе утро Серое, обыденное, хреновое Одним словом, нормальное вот такое утро Но не сегодня, не хреновое И точно не для меня Потому что сегодня, блин, нахожусь под мостом Вот это вот сверху, это мост Это мост южный За моей спиной есть компания Которая называется Замена лампы И этих парней мне порекомендовали Для того, чтобы сделать свет Предварительно мы уже пообщались И здесь реально будет одна Офигительно здоровая проблема Сейчас покажу Дело в том, что вот это вот Пластик Покрытый арабской вязью И вот здесь вот эти вещи Когда в момент распаковки То есть фара это все нагревается И стекло, оно снимается Вот в этот момент Это стеклышко Особенно вот в этом месте Может просто сломаться И фара начнет потеть Вот Поэтому сейчас будем пробовать Смотреть Парни пошли что-то там подсчитывать Во сколько мне обойдется этот банкет Но я уже понимаю, что в среднем долларов 400 Как за здрасте Будет происходить полная замена линз Скорее всего Из-за того, что посыпалось Ну насколько я понимаю Я не знаю Но предполагаю, что Из-за того, что рассыпалось Внутри само вот это Церкальное отображение элемента Вот из-за этого придется их и менять Ну и соответственно лампы В общем сейчас будем смотреть Прикидывать Пробовать, что из этого получится Парни говорят, что свет однозначно будет лучше В рамках переезда в соседний бокс Я не пристегиваюсь Потому что, ну честно говоря Не успел Я прыгнул Взял руку Нет, не получится Надо пристегнуться Потому что он сейчас будет ныть Всю дорогу Да, так вот В рамках переезда в соседний бокс Я парням спросил разрешение Можно ли там снимать Мне говорят, слушай Ну если снимать Давай мы переедем в другой бокс Там чуть-чуть будет больше места Потому что в маленьком даже Ну будем просто друг другу мешать И слава богу, что бокс у них оказался свободный То есть меня сюда записывали Мой сотрудник Сергей Один из экспертов Но он не предупредил о том Что я могу и буду снимать Все вот эти вот Дела, передвижения И парни говорят Окей, но если снимать Тогда поехали в другой бокс Он сегодня на счастье свободен И там сейчас посмотрим Пообщаемся Что же это может быть Во сколько это все станет И каковы шансы на успех Того, что фары снимут целенькими Сейчас парни пофотографировали Все трещинки, которые есть Для того, чтобы понимать В процессе выскочат новые Или же не выскочат Ну и вообще очень полезно иногда Делать фотографию того Как оно было до и после Сейчас парни будут производить Замеры света того Какой он был до И какой он будет после А в каком формате оно Подсекается Можно его посмотреть Это Мы сейчас будем выставлять прибор Затем Можно я Забить Пожалуйста То есть сейчас здесь Это цифры Они Нет Мы сейчас что сделаем Мы сейчас выставим прибор Правильно Затем Мы отрегулируем Левую и правую фару И вот когда мы правильно Отрегулируем фары Нас прибор покажет галочку Здесь готово Выполнено Вот И вот когда покажут Готово Выполнено У нас будут правильные показатели По свечению Окей Я хотел спросить Что это за цифры Поток света Угол наклона А то есть некие значения Которые помогут понять в процессе И получилось лучше или нет Они ездят Все хорошо Не мешаю Собственно и добавить нечего Вот этот лазерный указатель Он для чего Для того чтобы мы правильно выставили прибор Относительно вот этого Из автомобиля Чтобы у нас фара Мы сейчас будем регулировать фару Выставлять лево-право По ширине свечения Чтобы мы правильно выставили Это вот да? Да Такая вот лазерная штука Я дело в том что очень много видел Как корректируют фары Но я впервые вижу Чтобы был именно вот с такой штукой Поэтому и спросил Не знаю что это такое Да Нормально просто Сейчас подскажу Вот у нас по винтикам сходится Обычно Обычно выставляют Есть зеркальце На этом зеркальце Есть полосочка И вот Можете сюда посмотреть Вот это зеркальце Обычно специалист смотрит в зеркальце Выставляет там по центру авто И смотрит По факту на глаз получается Сложно но как-то же выставляет Вот У нас немножко проще У нас есть лазер Ага В общем парни вкинулись в оборудование И теперь это все гораздо быстрее происходит И точнее Если перевести На всем доступный язык Ну вот Тут есть ЖК дисплей с планшетом Вот Который показывает Да Но есть еще экран примитивный Вот со светодиодами Который подсказывает Человеку Который регулирует Правильно или неправильно По ширине И по высоте свечения Вот эти светодиодики Я вижу Да Вот То есть малейшее отклонение Он сразу там желтенький переходит И так далее Вот Смотрим на прибор У нас галочка То есть ну как бы Не то что на глаз Вот он говорит Правильно Вот показатели 15-2 люкса А это сильно вылазит за норму Или это норма? Ну у нас машины обычно уезжают После модернизации фар После замены штатных линф И ламп на новые Ну показатели Минимум 50-60 То есть 15-50-60 Это в 4 раза Вау Я уже понимаю Что я наверное не зря сюда приехал Если оно так будет То А как надолго Этот эффект остается Потому что Использование хорошей лампы Если не использовать Китайские лампы К примеру Когда колбу Те же братья китайцы Садят на клеевую основу Она потом дает испарение Очень быстро портится отражатель Если использовать хорошую лампу Допустим Ну как правило Если на автомобиле Стоит штатный ксенот То рекомендовано Всегда ставить Ну как минимум Либо острым Либо филипс Вот Поэтому При использовании Лампы острым Или филипс Оригинальной лампы То срок службы отражателя Более 3 лет Возможно и 5 и 6 Можете заснять Показатель по этой фаре Пока я не приду Прибор То есть мы сейчас имеем 15 и 2 Это сила свечения Но это всякие отклонения Это угол наклона Горизонта И так далее Окей Ну старт Левой фары Есть Как она будет На правой Посмотрим Да Мастушка КТБ сегодня будет Снимать Ну не в том Сенсе Что ты думаешь Снимать Что 6 и 1 Не не Мы сейчас поднимем А для того чтобы Самый Зрачок засветили Правильные показатели Нужно ее Быстро Все равно 6 и 2 А если будет Там порядка 60 То это что В 10 раз Сила свечения Ну как то Не верится Ура Стало 5 и 8 Ну как то так Я теперь понимаю Что левый глазик Светит Сила пучка В 2 раза Больше чем Левый Субтитры сделал DimaTorzok Затронули актуальную тему Почему Не нужно Сережа Как правило Не Можно наверное Сказать Задать вопрос Иначе Многие спрашивают И в принципе Это достаточно Актуальный вопрос Почему Мы не ставим Билет Линзи Ну не то что Мы их ставим Но почему Мы не агитируем И не рекомендуем Постоянно Менять Либо монолинзы Под галоген Либо штатный ксенон На билет Все довольно просто Потому что билет Не очень практичен Почему не практичен Ну возьмем Самое простое Возьмем Вот Хорошо Купил человек Новую машину С салона Со светодиодными фарами Самая распространенная Машина Которая вот Очень часто Обращалась с проблемой Там Заливают фару водой Там что-то там Светодиод не работает И так далее Это Аудио 6C7 Если кто-то видел Типа фару Типа много квадратиков Постоянно Трескиваются стекла Постоянно Ну Q7 Это еще так же Вот Что делает владелец Что делает владелец Который может себе В принципе Позволить купить Такой автомобиль Она у него еще На гарантии Он приезжает Эту фару По гарантии меняет Либо по страховке И так далее Окей Когда эта машина Выходит на вторичный рынок Человек собирается Купить себе Новую модель У нас Что получается Второй владелец Автомобиля И уже машина Не на гарантии То есть по гарантии Эту фару Уже не поменяют И когда начинается Проблема с этой Светодиодной фарой Он начинает Что? Он начинает Искать тех Кто может Ну Каким-то образом Магическим Недорого Исправить Проблему Которая есть Да Хотя на самом деле Ну Ну это колхоз Грубо говоря И угадать На самом деле Со светодиодами Очень сложно Можно подбирать Вечно Заказывать из Китая Чипы эти И так далее И тому подобное Что происходит С модулями В принципе Вот светодиодами Которые все продают Да Не все они плохие Есть классная Уже вышли на тот уровень Когда есть классный модуль У него Офигенная заливка У него классное свечение Пишут в том Что гарантия Там от завода Производителя Там 5 лет И так далее Но по факту Неизвестно Сколько она Вот реально Служит Было много случаев Когда Выходила Эта линза Из строя Хорошо Вышла из строя Да Гарантия на работу Есть Приезжает эта машина Мы разбираем Если допустим У каких-то поставщиков Здесь берем эту линзу Мы снимаем Эту линзу Говорим Вот у нас Перегорел модуль Типа Замечательно Докажите Потому что нам Это доказательство Нужно отснять видео Целую кучу Там доказательств Обрезать провода Это все Потом отправляется В Китай Потом на заводе В Китае Дают ответ Типа поменяют Или не поменяют Потом поменяют Если поменяют То тогда нужно Делать новые заказы С новыми заказами Идет отправка Кораблем Либо самолетом Это время Офигенно Большая потеря времени Просто колоссальная А если не дай бог Этот модуль Сдохнет у человека В дороге То есть вот едет Едет И вышла из строя Здесь допустим Со штатным ксеномом Все намного проще Сдохла лампа Найти лампочку Да Не в каждом городе Эта лампа Д1 или Д2 есть Можно заказать Допустим Да Придется переждать Но Это не модуль Который придется В случае чего Ждать намного дольше И при этом Если сдохнет модуль То нужно что Ехать в мастерскую Обращаться к мастерам Снимать фару Бывает такое Что нужно снять бампер Снять фару Разобрать все это дело Потом это все отвезти Или там заказать у поставщиков Чтобы заменить Опять все это выставлять И опять все собирать А в этом время Как ездить Ну можно конечно Какие-то подменные модули Не все угадаешь Какие нужны Опять же А с ксеноном Все намного проще То есть Поменяли лампочку Машина уехала Да Если у вас не стоял Заводской ксенон Был просто галоген Тоже все достаточно просто Там либо лампа Либо блок Либо коннектор питания лампы Все Поменялось Машина уезжает Обычно там День питания Она сколько Ярче Работает Лед От ксенона Ну то есть Он в разы Или он слегка Смотря какой модуль Есть допустим Те модули У которых там Свыше 100 единиц Показатели Есть те которые 80 То есть тут Буквально недавно Делали замеры Светодиодного модуля Который стоит В розницу 23 тысячи Пара С дальним С дальним лазером Дальний лазерный Ну Мы потом сравнили Другую линзу У которой просто Стоит два чипа Два светодиода Второй дополнительный Дальний Там ярче Дальний Там на прибор Есть выставление Там или снятие Показателей Дальнего света Так вот Там где лазер Меньше чем Там где двойной чип У вас У вас только Инстаграм Или ютуб Тоже есть Ютуб Тоже Парни Кому интересно Для получения Информации В принципе О парнях Внизу оставлю ссылку Кто такая Эта компания Там наверняка Есть очень много Я еще не смотрел Сам подход Мне очень понравился Многие знают Что у меня платной рекламы Нет принципиально Почему Могу объяснить Люди не готовы Платить за рекламу То есть звонят Мы это бить Дадим 100 долларов Про рекламу Наше что-то там Супер классное Ребята Все классно Но изготовление Самого этого ролика По себестоимости Стоит гораздо больше Нежели предлагают За рекламу Поэтому Платной рекламы На канале у меня нет До тех пор Пока не появятся люди Которые готовы Платить за нее Здесь Это на Не то чтобы Общественных началах Это Как я уже говорил Не раз Жест доброй воли Хороший отзыв О парнях Поэтому Как по мне Ну Я В автомобилях Понимаю Классно В Фарах Тоже понимаю Но вот эти вот Тонкости Моменты Нюансы Для меня Это было Новое И Получить Такой богатый Опыт Мне абсолютно Не сложно О парнях Оставить Внизу Там ссылочка Будет Клацайте Ходите Смотрите Если кто-то Захочет Поменять Свет Решение Ваше Нужно Менять Или не Нужно Но Очень Доходчиво И В принципе Скоро Уже Соберут Фары И будет Уже Финально За свет Посмотрим Насколько Ж Изменилось По Свечению По Силе Свечения Ну Я думаю Парни Обещают Что будет Где-то В районе 60 Окей Дай бог Посмотрим Я конечно Так скептически К этому Отношусь Ну Посмотрим Есть что еще Добавить ProLED ProLED Если у вас На автомобиле Стоит Штатный Ксенон Не стоит Его Менять На светодиодные Линзы Вот если Он есть Нужно Что Посмотреть Проверить Состояние Линз Если Линзы Выгорели Поменять Не Само Стеклышко Выгорает Не само Стеклышко Линза А модуль Полноценный То есть Под словом Линза Подразумевается Модуль Сборя Заменить Этот модуль Посмотреть На состояние Ламп Если вы Лампы Ближнего Света Давно Не меняли Заменить Лампы Касательно Ламп Стоит Ламп Стоит Ламп Если Вы Передвигаетесь По дорогам На Межгород 200 Плюс Стоит Поставить Лампы Extreme Vision Второй Генерации Или Остром Laser И так Далее Если У вас Скорость До 180 Ставите Обычно Остром D2S Classic Или Xenar И Этого Более Чем Достаточно Среди Названий Даже Я Нифига Не Понял Ну Наверное Это Что-то Очень Хорошее Это Что-то Что-то Стоящее И То На Что Нужно Действительно Обращать Внимание Ну Ладно Мы Пока Идем Дальше Собирать Фары Парни Меня Пригласили В свою Святыню Здесь Большая Куча Линз Беда Заключается Сейчас Попробую Показать Выгорает Вон Сейчас На Ламп Из этих Ламп Которые Не Предназначены Для Ксеноновых Фар Ставят Нечто Другое Правильно Понимаю Плюс Износ Время Вечно Ничего У нас Нет Мы Всегда Меняем Тормозные Диски Колодки И так Далее Тут Та же Самая Беда Если Автомобиль Проехал Больше 200 тысяч Например Если Мы Берем Subaru Outback В кузове B14 Если Не Ошибаюсь Там Отражатель Не Силумин Не Металл Там Отражатель Пластика Керамика Что Типа Того Так Вот Там Отражатель Может Выгореть За 30 Тысяч Пробега Вот К примеру Вот Эта Линза С BMW E70 Да И Она Тоже Черная Вот Да Да Отражателя Нет Автомобиль Где-то С Пробегом Свыше 200 Тысяч Вот В принципе У всего Есть Износ Поэтому Спустя Время Есть Необходимость Ну Либо Покупать Фары Новые Если Есть Такая Финансовая Возможность Либо Обращаться В мастерские По Автосвету То есть Это Периодически Раз 100 Тысяч Все Рано Нужно Делать Кто Бычо Не Говорил 100 Тысяч Смотря Какой Модуль Стоит Окей Рассматриваем Вот Я вижу Вольвовский Вот Это Вот Сколько Это Ходит Я Думаю Что Больше 200 Тысяч Она Прошла У У Машине Больше 300 Вот То Есть Некоторое Время Назад У Мне Еще Было Все Не Так Нужно Еще Учитывать Тот Фак Что Эти Модули Устаревают Как морально Так и Физически Темпы Роста Развития Движения Мы С каждым Днем Все Больше Больше Двигаемся И Передвигаемся Кто-то На межгород Катается Кто-то За границу Катается И так Далее Дороги У нас На самом Деле Не Не Очень Удачные Не Знаю Кто За это Отвечает Почему Так Происходит Но Нам Элементарно С точки А в точку Б Допустим Проехать 500 Км Опять же Если Мы Едем Без Света То Мы Этот Путь Проедем За 8 Часов Потому Что Мы Будем Стараться Аккуратно Передвигаться Когда На улице Темно Уже Если У нас Хороший Свет Мы Уже Понимаем Какую Дистанцию Можем Держать Что Мы Видим Впереди И Одного Двигателя Это Как Мы Делали Одному Парню Субару Со Львова И Он Доехал Обратно Домой Вот И Он Опубликовал В своем Борджурнале Запись О том Что Я Домой Доехал Намного Быстрее Ему Пишет Человек Типа Ну Причем Тебе Фары Делали Тебе Не Делали Не Прошивали Коробку Двигатель И Так Далее Он Говорит Так Ребята Я Видел Куда Еду И С Какой Скоростью Слеплены Вот То есть В любом Случе После Замены Штатных Линз Нужно В любом Случе Правильно Выставить Свет Регулировать И Тогда Будет Всем Комфортно Ну Сколько Хватит Ну Я Думаю Что На Гладика 4 Так Точно Реплика Не С прозрачным Стеклом Она С матовым Стеклом Поэтому Дискомфорта У вас После Замены Штатных Линз Не Будет А Какая разница Матовая Разница в том Что если Поставить На ваш Автомобиль Ваши фары У которых Есть Поворотный Механизм Во всех Этих Механизмах Есть Люфты Заводские Люфты То есть Да Вот Едут Говорят Типа Вот Он у меня Там Дребежит Да Если В этот Механизм Который У вас Двигается Лево Право Вверх Вниз Поставить Линзу С прозрачным Стеклом Когда Видели Может У него Фишка В том Что Допустим Мы Поставили Универсальный Линзу В случае Чего Он может Поставить Допустим Место Ксеноновой Лампы Он может Установить Вдруг Дорога Перегорела Он Без проблем Туда Установить Галоген H7 И у него Будет Ближний Свет Как Минимум Его Не Оштрафуют Ну Это Если Вдруг Он Поедет В Европу И так Далее Вот В данном Случае Когда Есть Поворотный Механизм Есть Вот Эти Вот Доп Люфты Заводские Лучше Ставить Линзу С матовым Стеклом С более Плавным Рассеиванием И у вас Не уставали Глаза И не было Такого Разражения Это Линза Более Лупатая Что Ли Это Для чего Так Делается Сейчас Видно Будет Туда Смотреть Что Делать Или Это Покажет Свечение Видно Галка Галка Имеется Ввиду Это Вот Эта Вот Штука Да Да А теперь Берем Руку Сейчас Проверим Правда Нет Света А Понял Да И Ниже Под Галкой Вон Уже Потери Получается Основной Пучок Света Да Вот Там Он Только Есть А Если Взять Новую Линзу То Он Больше Крылья Больше Захват Да То есть Мисс Все равно Остается Темный Ну С учетом То Что Он Чем Темнее Но Нет Такого Перепада Да И Свет Я понял Кучок Растян Да И он Более Насыщенный Вот То Что Получилось Сейчас Аккуратненько Возьму Да То Как Заменили Вот 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 Такая Вот Линза Будет Светленькая В середине Красота Надеюсь Ее Хватит Надолго А вот То Что Здесь Стоит Сейчас Ее разберут По просьбе Мы общались В другом боксе Сейчас будет видно Ясно Понятно Насколько Она Распиливать Надо Для науки Надо Распилить Итак Торжественный Момент Та-да Все равно Она сверху Подгорела Отнизу Она классная А если Ее Перевернуть У нас Несущая Часть Верхняя Часть Отражателя Она Основная Вот как раз Она Потом Проецирует Световой Поток Она Да Я понял Она Его Так Разная И Перевернуть Не получится И Вырез Под лампочку Другой И Хорошо А все же Вот кто-то Где-то Делает Вот это Покрытие Восстанавливает Есть ребята Которые делают В Харькове Но Есть большое Но Мы Пробовали Экспериментировали Пару раз У нас Были случаи Когда эти Отражатели Выгорали Моментально Там За Ну За месяца Три Они Вроде как Дают гарантию Говорят о том Что Типа Вот Ну Мы Типа Можем Переделать Потом Возникает У нас Вопрос Хорошо Вы Переделаете Что Должен сказать Клиенту Здравствуйте Уважаемый Клиент Привезите Свою Машину Мы Разберем вам фары Вы будете Без автомобиля Минимум Неделю Ну Я говорю Ну Вы же Тогда Обещали Неделю Хотя Делали Отражатели Две Недели Я говорю Человек должен Что Без фар Ездить Неделю Ну Человек То Уже А есть Какие-то Ответственные Чуваки Которые Умеют Это Делать Давайте Отойдем Не Находили То Есть Вся Проблема Лишь Только В том Что Вот Это Покрытие А может где-то в России Делать Ну Во-первых Восстановление Стоит Минимум 50 долларов За пару Отражателей Им не нужно Забывать о том Что Эти линзы Устаревают Как морально Так и физически То есть Даже если мы Восстановим Отражатель То в современных Наших условиях Ну Как бы Уже не очень актуально Хотелось бы Лучше Свет Ну Раз уж Ты лезешь В фару В любом Суще Для того Чтобы достать Эту линзу И этот отражатель Нужно разобрать Фару Разборка Сборка Фары Стоит В среднем Там От Двух с половиной До четырех тысяч Ну В зависимости От того Какая фара По сложности В разборке А теперь Другой момент Это как Ну Я не знаю Взять Ну Там Нужно Допустим Доставить В точку В точку В какую-то Деталь Эта деталь Будет стоить Сто долларов А за доставку Нужно заплатить Там Четыреста долларов Есть смысл Нет Никакого Смыса Тут То же Самое Если Уже Человек Решил Что он Будет Разбирать Фару И он За эту Работу Заплатит Там Грубо говоря Сто долларов Ну Может Тогда Есть Смысл Не платить Пятьдесят Долларов За линзу Которая устарела Морально А доплатить Там Не знаю Там Шестьдесят Семьдесят Долларов И поставить Линзу Которая Действительно Будет Хорошо Свещать Дорогу У нее Будет Намного Лучше Захват По ширине И высоте Свечения Лучше Световой Пучок Сформирован И тому Подобное Поэтому Ну Затея Такая Спорная Сэкономить Как бы На Общем Фоне Пятьдесят Долларов Ну Смысл При этом Потратить Временем То есть Эта фара Будет Разобрана Эти Отражатели Будут Восстанавливать Неделю Получается Человек Переплачивая Да Там Те же Шестьдесят Семьдесят Долларов За что Он переплачивает За то Что она Современная За скорость Ну И за Эффективность По факту Я вижу Что Вот Они Вот Я Как бы Чпок И Копоть От Видно Или Здесь Вот Да А это Как-то Полировать Можно Ну Вот Мы Будем Пробовать Вымывать И Если Будет Необходимость Будем Полировать Вот 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 Лучше Видно Видно Да Я Думаю На Игре Света Будет Видно Вот Я Смотрю С Уровня Глаз Специально Вот Так Вот Делают Да Видно И Вот Так Вот Видно Как Оно То есть По факту Замена Линзы Это Не Только Замена Линз Но Еще Комплексная Полировка Стекла Герметизация Убираю Пыль В общем Много Ух ты Может Так И Оставить Такой Себе Стил Это Она Просто Собрана Или Уже Склеена Не 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 Это Маски Декоративные А Кстати Я смотрю Что Ничего Не Не Лопнуло И Сэкономили Мне Хренову Тучу Денег На Стекла Спасибо Парни Саша Старался Аккуратно Мы Просто Поставим Сейчас А Это Пыль Снизу Да Да Это Грязь Это Еще Не Делано Может Черный Обличить Не Надо Окей Потому Что После Покраски После Покраски После Черной Краски Если Красить Декоративный Элемент Краска Дает Испарение И Будет Еще Возможно Хуже Да Целая Наука Потом Надо Снова Разбирать Фару Это Произойдет Через Месяца Два Снова Все Мы И Сейчас Будет Момент Истины Насколько Жено Все Таки Стало Лучше А Почему Промер Делается Промежуточно Не На Собранной Фаре На Собранной Фаре Еще Нужно Менять Гельметик Кромку Равнять И так Далее Для того Чтобы Мы Ускорили Процесс И Потом Не Мешали Мастеру Делать Останную Работу Проще Сделать Вот Так Вот Сейчас Если Где Что Допили Доточить Тоже Потом Все На Финише Нам Для Чтобы Сейчас Показать Людям Разницу Как Было И Как Стало Лучше Сделать Таким образом Окей Понял По Температуре Свечение Разное Видно Что Пучок Уже Рассыпается Аж Сюда В прошлый Раз Этого Не Здесь Он Такой Скудненький Только Сверху То Там На Той На Этой Фаре Снизу Основного Пучка Нету Там Он Уже Есть Вот В этом Разница И Линз И Самого Света Вот И Получается Что Не Совсем Идеально Ровно Стоит Линза Чуть Чуть Не Хватает Угла Выворота И Сейчас Парни Будут Чуть Чуть Это Дело Исправлять Вот Для Этого Нужен Промежуточный Замер Хотя Хотя Казалось Что Уже Вах Но К сожалению Еще Не Совсем Так Попытка Номер Два Мы Пока Просто Примеряем Типа Потом Стекло Наденем Чтобы Был Был Оно Без Стекла Да Сейчас Без Стекла Вот Так Это Выглядит Без Я К тому Что Может Подтянуть Но Ты же Не Зажимал До Конца При Неполированной Фаре То есть Еще Фару Будут Полировать Потому Как Есть Фленка Такая Поменять Нужно Поменять И Будет Идеально Хорошо А внутри Стекло То Что Это Наплыв И Только Вымыть Можно Так Вот К Чему Все Это Теперь Вот Цифры Света 77 И 1 А Было Здесь Сколько 15 Что Такое Вроде Нет 15 Там Было 5 А На Это 15 16 Да В общем Более Чем В Пять Раз Получился Более Мощнее Пучок Света То Сила Света Она Поднялась В 5 Раз Пока Есть Возможность Покажу Как фара Выглядит В середине Без Стекла Рефлектора И В общем То Вот Такая Вот Штука То Сама Конструкция Линзы Вон Лампочка Висит И В общем То Вот Так Вот Выглядит Фара Так Трохи Как То Так По Космически Что Ли И Вот Разница Свечения Слева Новая Линза Новая Линза Новая Лампа Справа Стоит Старая Линза И Старая Лампа Хочу Обратить Внимание Что Вот Момент Вот Здесь Захвата Света Намного Больше Чем С той Стороны Тут Этот Эффект Будет Выглядеть Эффектно И Вау Тогда Когда Вот Выехать На Те Места Где Я Делал Пробные Заезды На У Себя По Улицы Там Есть Фонарями Есть Без Фонарей Как Оно Было И Как Оно Будет Я Дополнительно Покажу И На Контрасте Будет Видно Делали Видео До Конечно Я Сделал Видео Позвонил Сереже Сережа Говорит Приезжай К Пацанам Через Две Недели Две Неделы Тоскливо Ездил Ждал И В общем Вот Свершилось Чудо А Почему Допустим Если Представить Что Это Отражатель Под Галоген Лампу Допустим Есть Монолинза Под Галоген На Автомобилях Когда Лампочка Устанавливается Несущая Часть Отражателя Верхняя Отсюда Исходит Ближний Свет И Когда Становится Галоген Потоку Ничего Не Препятствует Когда Ставят Монолинзу Под Галоген Они Как правило Есть H7 Есть H11 HB И так далее Как правило Она Когда Монтируется В отражатель Допустим Туда Ставят Ксеноновую Лампу Катод Становится Неправильно Катод Перекрывает Часть Отражателя И У нас Получается Неравномерная Заливка И Идет Потеря Света То есть По факту Этот отражатель Не предназначен Для использования В ней Ксеноновой Лампы Это Касательно Монтажа Ксеноновой Лампы В отражателе Под галоген А если Светодиодная Лампочка У нас Обычно Что Идет Плата И два Светодиода Влево И вправо Становится Эта лампочка Светодиод Влево И вправо А должен Это светить В верхнюю Часть Отражателя Как правило Светодиодный Модуль Спроектирован Каким образом У нас Идет Вот эта Часть Отражателя Купол А в нижней части У нас Что идет У нас Идет Пассивное Активное Охлаждение То есть Радиатор Алюминиевый Или Дюралюминий Не знаю В принципе Там разные Сплавы Внизу У нас Идет Кулер А вот На этой Поверхности У нас Расположен Светодиод Который Светит В верхнюю Часть Отражателя Поэтому Когда люди Пытаются Поставить Светодиодную Лампочку У которой Заявлено 40 Ватт 50 Ватт Мощность И яркость Свечения То Этой мощности Нет И не будет Ее Потому что Мощность Двух Светодиодов А светят Они в разные Стороны Должны В верхнюю Часть Отражателя И даже Если Попытаться Развернуть Так Чтобы Один Хотя бы Светодиод Смотрел Верхнюю Часть У нас У нас Уже Не будет 50 У нас Уже Будет 25 Поэтому Смысла Таких Решений Просто Ну Это Просто Деньги На ветер Доход И это Многие Не понимают Что Да Вот Это Отражатель Именно Под Ксеноновую Лампу У всех Линз Под Ксеноновую Лампу Лампа Становится Таким Образом Что Катод Расположен В нижней Часть Не В верхней Не Сбоку В нижней Часть Поэтому Они Эффективнее Даже Если Выгорел Отражатель Чем Ксеноновая Лампочка Под Соколь Аж Ну Знаете Китайцы Придумали Потому Что Ну Как Типа Появился Там Ксенон На каких То Машинах Как Правило Он Появился С Соколя Д2 Это Рефлекторный Ксенон И Уже Поняли Что Типа Ага Это Как Сейчас Гонка У нас С Вот Так Я Думаю Просто Эффективно Понятно Доходчиво Объяснил Сергей Почему Не нужно Засовывать В Обычные Лампы Которые Предназначены Для Галогена Пихать туда Ксеноны Пихать туда Светодиоды Или же Наоборот В Галогеновые Лампы Пихать Светодиоды Оно Работать Тупо Не будет Так Проще Будет Да Надо Разобрать В общем Второй Линзе Пришел Добрый день Еще Больше Чем Первый То есть Если Первый Еще Как-то Терпимо То Вторая Ей Очень Тяжело И Очень Печально Сейчас Сережа Разберет Насколько Ей Печально И Посмотрим А то То Что Она Такая Вот Черная Аж Да Что Поплыла Там Нечему Отражать Да Беда Поэтому И Пять С Половиной 300 Тысяч Кончилась Фара Дурное Дело Нехитрое В общем Если Ее Протереть То Там Уже Все Поплавилось В чистом Виде И Это Не Китайская Какая Это Фара Это Original Original Value И Вот Так Он Течет Все Машины Созданы Для То Чтобы Проездить 100 Тысяч А Потом На Помойку На Свалку Ну Или На Замену Лампочек Субтитры Because Some Don't Listen At All Some Don't Answer That Call Realize The Movie That I Was Watching It's The End Of The World Illuminati Is Coming Gather The Boys And Girls And Watches It All In Purls They Clutching It All They Purls And No One Asking For Guidance Stimulus Check Won You Cash F That I Got N-G-U-S Then They Said That Respect They Black Ну и теперь наконец-то уже нужно показать, какая разница получилась. И в полной мере скажу честно, камера не передает того, как оно есть на самом деле. Но обещал все равно, покажу вашему взору то, как оно должно быть. Горнее разницу светом того, что было до и того, что стало после. Запишу еще здесь видео о том, какой свет, потому как хочется уж сравнения в тех местах, где я часто бываю. И вот сейчас это моя парковка. Ну как моя, это парковка конечно не моя, она полуобщественная. Но это то место, где каждый день я паркую автомобиль, если я ночую дома. Вот. И то, какой свет сейчас, можно увидеть. Вот если его выключить, видно, что он горит, сияет, светит. Вот он сейчас выключил. Вроде бы. Вроде бы и неплохо. Посмотрим, во что вылится этот эксперимент. И вот включить обычный свет, при этом выключить туманки. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока.